Всем привет, с вами Алекс Чаплинский и в этом видео мы научимся применять 5 крутых эффектов переходов, с которыми ваше видео станет еще круче и еще динамичнее. Если вы хотите сделать ваш монтаж интереснее и хотите показать свои навыки, то вам обязательно нужно научиться делать подобные переходы. Вот так выглядят эти эффекты, а теперь давайте подробнее разберем каждый из них. Но перед этим я предлагаю вам подписаться на канал, если вам интересны видео вроде этого. Я делаю много таких роликов о видеосъемке и монтаже на этом канале и будет круто, если нам с вами по пути. Окей, теперь перейдем в премьер и приступим. Все мы знаем, что в премьере есть встроенные эффекты и переходы, которые можно очень просто применять в наших видео. Но, к сожалению, эти переходы не могут похвастаться какой-то оригинальностью, а некоторые из них вообще стоит использовать в случае, если вы хотите сделать ваше видео только хуже. Но это не означает, что мы не можем креативно подойти к вопросу и использовать встроенные эффекты для достижения более красивых переходов. И начнем с первого эффекта, зум-переход. Как мы видим, у меня на таймлайне находятся два клипа с обычной склейкой. Никаких переходов и никаких эффектов, кроме стабилизации и легкой цветокоррекции. Для того, чтобы сделать переход, нам необходимо применить эффект в месте стыковки клипов. То есть на какое-то количество последних кадров первого клипа и первых кадров следующего клипа. Для этих целей мы могли бы отрезать лезвием от клипов эти кусочки и применить эффекты к ним. Но я предпочту для этого использовать корректирующие слои. Для начала давайте создадим отдельный бин для корректирующих слоев. Я назову его Assets. Дальше я создам два корректирующих слоя, Zoom Before и Zoom After. Перетаскиваем их на таймлайн над нашими клипами. Теперь выделив Before слой, жмем Command или Ctrl R. И в появившемся окне вводим значение 5 кадров и жмем ОК. Таким образом мы изменили длительность этого слоя до 5 кадров. Делаем то же самое со слоем After и ставим значение 8 кадров. Теперь мы можем поставить их соответственно на конец первого клипа и начало следующего. И это пока никак не повлияло на наш клип, мы все еще имеем простую склейку. Но зато теперь у нас есть корректирующие слои, которыми мы будем применять эффекты. Давайте перейдем в панель Effects и для нашего первого перехода нам понадобится эффект Transform из папки Distort. Перетаскиваем его на наш первый редактирующий слой и тот же эффект применяем и на второй слой. Выделяем первый корректирующий слой и переходим в панель Effect Controls. Здесь мы будем менять параметр Scale. Откроем таймлайн с эффектами для нашего слоя и поставив Playhead на первом кадре, кликаем иконку секундомера, чтобы поставить ключевой кадр. Переходим на последний кадр слоя и также ставим ключевой кадр. Теперь на этом последнем кадре осталось изменить значение Scale. Поставим 300. И как мы видим в течение последних 5 кадров первого ролика, наше изображение зумится. Но происходит это как-то слишком просто и неинтересно. Не хватает блюр эффекта при зумировании. Для этого изменим настройку Shutter Angle, поставив значение 180. И вот мы уже видим, как наш кадр размывается с началом движения. Это происходит всего каких-то 5 кадров, но это только первая часть нашего перехода. Выделим теперь второй корректирующий слой и поставим ключевой кадр в начале ролика. И здесь же меняем значение Scale на 300. Теперь ключевой кадр в конце ролика и возвращаем Scale назад к 100%. И для этого слоя также меняем настройку Shutter Angle, только в этот раз поставим значение 360. Вообще с этой настройкой можно поиграться и найти значение, которое больше всего подходит в вашем случае. Посмотрим, что получилось. Отлично. Теперь для того, чтобы придать динамики движению камерой и чтобы наш переход не был таким линейным, выделим наши ключевые кадры, жмем правой кнопкой мыши, выбираем пункт без Е. Теперь, если мы развернем наше свойство Scale, на таймлайне мы увидим кривую анимации этого свойства. Мы хотим, чтобы анимация начиналась медленнее и к концу набирала скорость. Для этого мы потянем вот эту синюю направляющую до упора вправо. Старайтесь при этом не менять угол ее наклона и оставлять его горизонтальной. Как мы видим, кривая стала вначале более пологой и начинает подниматься вверх ближе к концу. Также будет меняться значение параметра Scale. Сначала изменения будут небольшими, но чем дальше к концу ролика, тем больше будет зазумливаться наш кадр. Теперь то же самое, только в обратном направлении проделываем со вторым корректирующим слоем. Мы хотим, чтобы анимация началась быстро и замедлилась к концу клипа. И теперь перетаскиваем направляющую так, чтобы у нас получилось зеркальное отражение того, что мы делали на предыдущем слое. Двигаем ее слегка влево и где-то вот так нас устроит. Закроем таймлайн, выполним рендер и посмотрим, что у нас получилось. Окей, теперь, конечно же, для достижения наилучшего эффекта мы добавим звуковое сопровождение. И я уже подготовил звуки для наших переходов. Перетяну клип под названием Zoom на таймлайн. И смотрим конечный результат. Довольно простой и в то же время эффектно выглядящий переход. Следующий эффект называется Offset. И применим мы его к вот таким вот двум пейзажным клипам. Как мы видим, здесь у нас опять-таки обычная склейка и никаких эффектов. Здесь мы также создадим два корректирующих слоя и поместим их над нашими клипами. Изменим длительность первого слоя также до 5 кадров, а второго 12 кадров. Расставляем их по местам и переходим в панель Effects. Ищем эффект с названием Offset и применяем его на оба слоя. Далее открываем таймлайн с эффектами, выделяем первый корректирующий слой и как и раньше делаем первый и последний кадр ключевыми для параметра Shift-Center-To. Затем на последнем кадре меняем значение параметра с 540 на 1030, что приводит к вот такому вот смещению кадра. Для второго слоя также ставим первый ключевой кадр того же параметра и меняем значение с 540 на 1030, чтобы смещение кадра совпадало со смещением в предыдущем клипе. Теперь смещаем Playhead на три кадра вправо, нажав стрелку вправо три раза. Ставим ключевой кадр и изменяем значение на 1520. И наконец на последнем кадре устанавливаем значение 1620. В итоге получаем вот такую анимацию. Для того, чтобы она не была слишком линейной, мы выберем ключевые кадры, кликнем правой кнопкой мышки и выберем пункт Temporal Interpolation is out. Дальше развернем параметр Shift-Center-To и снова потянем направляющую вправо, чтобы образовалась вот такая горка. Затем для второго корректирующего слоя также выделим ключевые кадры, правый клик Temporal Interpolation без Е. Смотрим на наш переход. Отлично! Давайте добавим к нему еще немного Motion Blur. Создадим еще один корректирующий слой, назовем его Offset Blur. Помещаем его на Timeline ровно над нашими слоями, так чтобы его длительность была равна длительности нашего перехода. Теперь найдем в эффектах Directional Blur и добавим его на слой. На этом слое ставим 4 ключевых кадра для параметра Blur Length. Ключевые кадры ставим на первом кадре, на кадре ровно вместе с клейки, еще через 3 кадра и на последнем кадре. Теперь на втором ключевом кадре меняем значение на 100, на третьем ставим 7 и к последнему кадру оно снова будет равняться 0. Развернем свойства Blur Length и как мы видим, наша кривая выглядит очень угловато и анимация будет такой же линейной. Мы же хотим придать ей плавности. Для этого снова выделим все ключевые кадры, правый клик и выбираем BZ. Теперь мы можем слегка подтянуть вот эти две точки, чтобы придать больше ускорения анимации. Посмотрим, что получилось. Теперь добавим звук. Эта анимация отлично подходит для двух таких статических кадров. Следующий переход называется пикселизация. Добавляем его к двум вот таким вот клипам с людьми. Снова-таки создаем два корректирующих слоя длительностями 6 и 12 кадров и размещаем их над клипами. Находим в эффектах эффект под названием мозаик и применяем его к первому слою. Ставим ключевые кадры в начале и в конце ролика для обоих настроек эффекта. И изменяем значения для первого кадра на 1920 и 1080, что сводит действие эффекта на нет. И на последнем кадре выставляем эти значения в 68 и 42. Затем выделяем ключевые кадры свойства Horizontal Blocks, правый клик, без Е. Потянем направляющую влево, чтобы это значение эффекта начало изменяться чуть раньше. Также можем слегка сдвинуть второй ключевой кадр, чтобы рассинхронизировать слегка горизонтальные и вертикальные блоки. Окей, теперь второй корректирующий слой. Мы хотим сделать зеркальный эффект. Сначала ролик начинается пикселизированным, а затем становится четким. Ставим ключевые кадры в начале ролика со значениями 68 и 42, и еще по ключевому кадру к концу ролика, где ставим нормальный 1920 на 1080. Поработаем с кривыми без Е, замедлив пикселизацию слегка в начале. Теперь добавим звук, и конечный эффект выглядит вот так. Вполне даже похоже на такой себе глитч эффект. Если вы хотели бы сделать этот эффект более длительным, вы можете просто изначально создать корректирующие слои с длительностью больше, чем 6 и 12 кадров. Этот эффект хорошо подошел бы к видео на IT тематику, но и в таком контексте с идущими людьми он работает отлично. Теперь рассмотрим более сложный переход в Spin 3D, который при правильном применении может смотреться очень эффектно. Здесь у нас два более-менее статических клипа с мостами, как и раньше обычная склейка. В этот раз нам придется отрезать от этих клипов последние 6 и первые 12 кадров, для того чтобы применить эффект прямо к клипам. И количество эффектов будет немаленькое, так что следите внимательно. Для начала найдем эффект Replicate и применим его к концовке первого клипа. Этот эффект просто реплицирует кадр по вертикали и горизонтали указанное количество раз. Дальше найдем эффект Mirror и применим его к тому же клипу 4 раза. И для того чтобы применить эффект, достаточно при выделенном клипе кликнуть по нему 2 раза. Итак, 1 раз, 2 раза, 3, 4. При помощи эффекта Mirror мы будем отзеркаливать наш кадр на 4 стороны. Для этого нам их и нужно 4. Дальше просто вводим следующие значения на каждый из этих эффектов и смотрим на результат. Для первого меняем 1920 на 1439. За счет этого мы отзеркалили половину правой части нашего кадра. Для второго меняем 1920 на 480. И выставляем угол отражения 180. Как мы видим мы отзеркалили половину левой части кадра. В третьем эффекте выставляем угол 90 градусов и меняем 540 на 809. И для четвертого угол минус 90 градусов и меняем 540 на 270. Супер, теперь возвращаемся в панель Effects и находим эффект Offset. Применяем его к тому же ролику, поставим его над эффектом Replicate. Дальше изменяем значение Shift Center To на 0 и 0. И теперь мы видим в окне просмотра то, ради чего так старались. По центру расположен наш кадр в масштабе 50%. А вокруг мы видим отзеркаленные части этого же кадра. Это позволит нам вращать кадр, не боясь того, что где-то вылезет черный фон. Теперь осталось применить эффект Transition, выставив Scale в 200%. И как мы видим, мы снова вернулись к исходному виду нашего кадра. Как будто ничего и не меняли. Но теперь начинается самое интересное. Мы ставим ключевые кадры для свойства Rotation в эффекте Transform на первом и последнем кадре клипа. И на последнем меняем значение на минус 60. Как мы видим, теперь при проигрывании наш кадр поворачивается на 60 градусов. Дальше нам необходимо применить все те же эффекты ко второму клипу. По очереди применяем эффекты, выставляя их в таком же порядке в панели Effect Controls. Эффекты Mirror настраиваем точно с такими же значениями. И на самом деле не обязательно это делать заново. Эффекты можно просто скопировать с предыдущего клипа. Теперь для эффекта Transform и свойства Rotation на первом ключевом кадре ставим значение 90 градусов. На последнем 0. Произведем уже известные нам манипуляции с кривыми без «Е». В итоге наша склейка выглядит вот так. То же самое делаем для второго клипа. Давайте также добавим Motion Blur, поменяв значение Shutter Angle на 320. Для первого и для второго ролика. Теперь для того, чтобы посмотреть, что получилось, нам необходимо будет пререндерить таймлайн. Окей, теперь давайте к этому повороту добавим 3D-шности. Для этого создадим корректирующий слой, который назовем 3D. Разместим его над нашими клипами на таймлайне и применим к нему эффект Corner Pin. Здесь мы будем анимировать свойства Upper Left и Upper Right. Поставим по 3 ключевых кадра в начале клипа вместе с клейки и в конце клипа. Вместе с клейки меняем значение Upper Left на минус 1920 и Upper Right на 3753. Теперь, как обычно, выделим все ключевые кадры. Temporal Interpolation без Е. Развернем свойства, чтобы увидеть кривые. И теперь подтянем кривые следующим образом. Направляющую на первых ключевых кадрах тянем вниз. Затем на последних кадрах тянем направляющую влево, чтобы получить M-образную форму кривой. Немного подправим наши волны. И теперь тянем обе точки вверх на втором ключевом кадре, пока эти два пика не соединятся в один. Результат не должен быть идеальным, главное подобраться близко. Теперь, чтобы посмотреть на нашу анимацию, необходимо пререндерить этот фрагмент. После этого добавим звук для данного эффекта. И смотрим конечный результат. Думаю, зрители точно не ожидают такого перехода. И наконец мы добрались до пятого эффекта, который называется Warp. Как всегда у нас два клипа на таймлайне и вполне обычная склейка. Для этого перехода мы снова создадим два корректирующих слоя и поместим их над нашими клипами. Длительность первого составляет 8 кадров, второго 18 кадров. Перейдем в панель Effects и найдем уже знакомый нам Offset. Применим к первому слою, ставим ключевой кадр в начале и ближе к концу. На последнем ставим значение минус 850 в параметр Shift Center To. В итоге получаем вот такой эффект. Сделаем движение нелинейным, выделив ключевые кадры, без Е и меняем кривую до получения вот такой вот формы. В этом случае анимация будет ускоряться ближе к концу ролика. Теперь применим тот же эффект ко второму слою. И здесь в первом ключевом кадре значение второго параметра Shift Center To изменяем на 2000. И последнего на 4860. Делаем зеркальную кривую, добиваясь этим замедления анимации. Если мы посмотрим наш переход сейчас, то мы видим следующий результат. Что на самом деле уже выглядит как самостоятельный, довольно сильный и динамичный переход. Но мы идем дальше и создадим еще один детектирующий слой. Назовем его Blur и применим к нему эффект Directional Blur. Поставим ключевой кадр для параметра Blur Length в начале, следующий через 7 кадров и на нем изменим значение на 200. Затем еще один через 7 кадров и значение 20. И наконец на последнем кадре меняем значение снова на 0. Выделим все кадры, применим сглаживание, теперь кривая более плавная. И как мы видим, к смене кадра добавился еще и Blur. И теперь последний штрих, из-за которого этот переход называется Warp. Создаем корректирующий слой. Применяем к нему эффект Length Distortion. Ставим ключевые кадры в начале, через 7 кадров, еще через 7 кадров и в конце. На втором ключевом кадре меняем значение кривизны до минус 50. На следующем минус 10. И на последнем снова 0. Применяем также сглаживание ключевым кадром для плавности анимации. Добавляем соответствующий звуковой эффект и смотрим результат. Искривление пространства и Motion Blur придают эффекту такой себе 3D-шности. По сути у нас получился один бонусный переход. Если не применять два последних эффекта и использовать другой звук, то этот эффект можно использовать как самостоятельный переход. Вот такие 5 простых и в то же время интересных эффектов вы можете уже сегодня начать применять в своих видео. Напомню, что вы также можете посмотреть и другие видео на этом канале, если хотите научиться каким-нибудь фишкам Premiere Pro. А если вы хотите действительно освоить Adobe Premiere Pro на хорошем уровне, то вы можете приобрести мой полный обучающий курс по Premiere Pro, с которым вы, независимо от вашего текущего уровня, сможете освоить приложение и весь процесс монтажа. Ссылку на курс я оставлю внизу в описании под видео. Также пишите в комментариях, на какие еще темы вы хотели бы видеть уроки на этом канале. Ставьте лайки, если видео было полезным. Не забывайте подписываться. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok